Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на библейском портале Экзегет. С вами священник Стахик Латвин. И сегодня хотелось бы с вами разобрать, как всегда, по традиции, один единственный стих. Стих, который даже не завершается предложением. То есть стих разбивает предложение пополам, и уж тем более мысль, которую высказал апостол Павел, величайший миссионер всех времен и народов. Мысль, которую он высказал с большой любовью к своему ученику, возлюбленному Тимофею, которому написал два послания. И вот из второго из них мы, собственно, этот стих и прочтем. И этот стих даже может в чем-то и смутить, потому что там апостол Павел, ну, по сути, хвалит самого себя. Немного заувалирно, немного костяно, но тоже так думаешь, ну, вот апостол, а все равно, ну, так, каких-то он там на простых вещах, вот он как-то нам похож на нас, на грешных. Значит, мы можем его не в добродетели подражать, а наоборот в слабости. Вот как раз и хотелось бы на фоне этого стиха эту проблему обсудить, продумать, проработать о том, ну, может ли христианин вообще сам себя в каких-то ситуациях похвалить? Можно ли где-то хвалить? Есть в этом какой-то смысл? Есть ли в этом, более того, польза для спасения души? Итак, разберемся. Открываем второе послание к Тимофею, третью главу, и читаем десятый стих. А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении. Вот мы видим, апостол Павел все-таки хвалит не себя, апостола Тимофея. Однако хвалит он, что вот ты последовал мне, то есть как-то так опосредованно. Ну, то есть ты, конечно, молодец, вот у тебя такие добродетели, там и вера, и терпение, но это вот ты с меня взял в пример, я такой хороший, я вот такой верующий, я такой терпеливый, такой образец для подражания. Тут, конечно, следует помнить другие слова апостола Павла, которые немного нам проясняют алгоритм. Апостол Павел говорит, подобны мне бывайте, как я подобен Христу. То есть ты уподобляешься кому-то настолько, насколько человек похож на Христа. Апостол Павел здесь, как духовный руководитель, не имеет возможности показать ложное смирение и сказать, да нет, я такой грешный, я несовершенный, потому что, ну где это вот только проповедь Христа начинается, где точка опоры будет для его ученика, для Тимофея, он старается делать, как апостол Павел. Апостол Павел в то же время, мы помним, говорит, вот жало плоть, ангел сатанин в другом месте повествует, то есть, ну все-таки признается, что тоже вот были моменты какие-то, которые всю его жизнь сопровождают, где он несовершенен, и тоже какое-то ускушение его было. И то же, что он помнит, как вот гонения какие-то были на него, и что тоже он какие-то моменты даже думал, что уже и не выживет. Ну тоже как-то вот упование на Господа даже немножко там апостола Павла покидало. То есть свое несовершенство он показывает. И более того, он не скрывает, не скрывает, что тоже и гонения на церковь он осуществлял, и тоже вот эту горесть на стороне своей жизни отнюдь не в ней предлагает подражать. Поэтому и мы, когда берем и хотим вот чем-то похвалиться, то мы должны понимать, что мы не можем хвалить только самого себя, а мы можем хвалить только ближнего. Вот нам Господь говорит, возлюби ближнего, как самого себя. Похвала себе это некоторая вещь, которая тоже часть любви к себе. Если мы вот часть любви к себе, такого самолюбия все-таки мы обращаем вовне и оборачиваем ее на ближнего, это и есть исполнение заповедей Христовой. И поэтому если мы похвалу переносим на ближнего, то тоже от этого будет благ. Самый лучший, конечно, образец это когда человек относится как к своему ребенку родному. Это нам Господь даровал, это не наша заслуга, а можно сказать дар Божий, что своих детей мы любим автоматически. Нам просто вот охота их любить. Да, мы можем эту любовь неправильно выражать, как-то передозировкой этой любви избаловать, испортить человека, или наоборот там как-то иначе ее, или полностью ее в себе загасить, но она по умолчанию в нас есть. И это как раз делано для того, чтобы мы поняли, как Бог, Отец Небесный, относится ко всем нам, людям, своему творению, своим сынам, которых он жаждет увидеть за своим столом на брачном пире в Царстве Небесном, вечном. Всегда. Вот Господь именно нас любит и обращается с нами как с людьми, которые, ну, может, еще так не доросли до его духовной высоты. И точно так же мы берем и стараемся для своего ребенка быть примером для подражания. Да, мы не говорим своему ребенку, вот, посмотри, какой я плохой. Это не из какого-то смирения, а именно потому, что ребенку не очень неправильно будет это видеть, недостатки родителей, как-то на них концентрироваться. Но при этом мы ребенка постоянно подбадриваем. Так говорят, ну, пойдем, не бойся со мной, пройдем вот мимо вот этой какой-то лающей собаки, вот она на цепи стоит, вот видишь, там папа проходит, и ты тоже не бойся. Да, или маленький ребенок и какая-то толпа людей, даже все очень ласково хотят этого ребеночка как-то там тоже поприветствовать, и ребенок стесняется, забирается к отцу на руки или к матери. Да, и тоже так на руках он чувствует вот какую-то силу, заботу, и как-то уже может обернуться к окружающим, и сидя на руках, уже тоже всем в ответ как-то и поулыбаться. Потому что он тоже вот вроде такой же храпы, как папа и мама, которые не боятся вот этих там незнакомых или малознакомых людей. Точно так же и мы должны относиться к любому своему ближнему. Мы если видим какую-то себе сильную сторону, как раз вообще не с ближним, мы должны не вывалить на него свой гнев, свою злобу, свои слабые стороны личности, потому что порой есть некоторое такое вот сбитие прицела и современная цивилизация, и некоторые направления, не христианские направления психологии современной, они показывают, нет, вот ты несовершенен, и тебя должны принять такого все несовершенного. И это очень ошибочная позиция, потому что никто ничего не должен. Мы должны принимать людей несовершенными вокруг нас, а сами мы, наоборот, должны свои совершенства, свои сильные стороны людям показывать. Не то что, ой, мой каприз, ой, моя обидчивость, ой, моя гордость, ой, мой гнев, должны на людей изливаться. А наоборот, вот у меня есть вера, есть у меня великодушие, вот есть у меня любовь, вот это терпение, вот это и людям надо показывать. Если человек видит, вот какой верующий человек не ломается, он также будет верить, вот человек также терпит, и он начнет в этом подражать. И тут мы действительно можем человека хвалить и похвалить себя. Может, не надо это человеку высказывать, все-таки мы не апостол Павел, мы эту тонкую грань не прочувствуем, что сказать, ой, ой, ты такой же терпеливый, как я. Но, тем не менее, иногда можно себя подбодрить, что вот я как-то смог какую-то пользу другим людям принести. И Лукава говорит, да нет, ты грешник. А потом начинает говорить, да нет, ты совершенен, все вокруг грешник. А истина где-то посередине. Думаешь, вот я грешник. Не совершенно грешник, но я смог, у меня сильная сторона, мне Господь ее вознаградил, я ее развил, и я смог ближнему помочь, и он тоже взял с меня пример. И мы вместе там с какими-то моими друзьями прошли тяжелые времена, преодолели какие-то испытания, с семьей преодолели тоже какие-то проблемы семейные, вышли из этого, стали только крепче, и там уже вспоминаем с улыбкой, как вот там было тяжело, как там не было денег у студенческой семьи в годы, как там что старался где-нибудь в гостях там поесть, потому что там дома там еды не хватало, там стипендии какой-то подработки и так далее. Тоже это будет вспоминаться только с радостью. И тоже особой радостью это будет вспоминаться, что не то, что ты на ком-то висел, и у кого-то было терпение, а ты этому человеку подражал, а наоборот, ты являл образец терпения, другой человек проминался, как-то более там, как-то ему тяжело было, но он на тебя смог опереться. И поэтому, похвалив в этом себя, ты убеждаешься в том, что не то, что вот тут главное не сделать неправильный вывод, что а теперь я имею право на то, чтобы не терпеть, не любить, не верить. Ну я же вот был терпелив, вот, а теперь пусть другой человек будет. Нет, наоборот, это для нас, это, можно сказать, правильное дано, но неправильное решение и, соответственно, неправильный ответ. Нет, сатана нас сбил, сбил, не туда вот, как это, если дерево посадить, взять саженец, принести и посадить его вверх корнями, а кроной закопать в яму, но он не прорастет. А если прорастет, тоже будет, ну, большое только чудо, да и так оно будет расти, конечно, не такими темпами. Вот, и точно так же, и мы должны уже, если мы где-то смогли похвалиться своим терпением, своим смирением, своей любовью, своей каким-то вот просто жизнью, как вот мы прожили этот кусочек жизни, это не должно нас оправдывать в наших будущих грехах. Вот, я раньше жил по-христиански, а теперь я, вот, похваливший тем, что я жил по-христиански, мне обязаны. Ошибка, тупик, путь только в ад и погибель. Правильно будет, вот, я смог показать терпение, какого ни было окружающих, они взяли с меня примерно. Я смог показать любовь, так окружающую любовь не провели, а я смог, я это сделал. Поэтому и сейчас я снова им покажу это терпение, и сейчас я снова им покажу эту любовь. И тогда, действительно, мы сможем хоть немножко уподобиться не только апостолу Павлу, но и самому Христу, Спастителю нашему. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо. 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 Спасибо.